Привет, дорогой 14-февральный зритель! В студии Роман Корнеев. Это Вятка Тудэй, как новости только душевнее. И вот, что мы для вас приготовили. Смотрите. Как Киров отмечает День Всехлюбленных? В Кирове ночью влюбленная парочка ограбила случайного прохожего. Чем может похвастаться улица Богородская? Я не знаю, почему в этом году не знаю. Это самый трактор не проходит эту дорогу. В кого еще можно влюбиться в нашем городе? Если вы любите жизнь, значит, должны любить ей правила безопасного поведения на дороге. Пристроим вместе кошку Дашу. И какие еще праздники отмечают 14 февраля? С Днем Святого Ва-Лен-Чука! Начнем программу с новостей. И в них мы выясним, отмечают Кировчане День Всехлюбленных или нет. Сейчас мы покажем вам, как, судя по новостям, отмечают Кировчане День Всехлюбленных. В Кирове ночью влюбленная парочка ограбила случайного прохожего. Влюбленная пара из Кирова украла в магазине бутылку Джек Дэниелс. И, наконец, двое мужчин надели юбки и обокрали автомойку в Кирово-Чепецке. Видите? Любовь в Кирове, она разная. Есть на карте нашего города такая улица Богородская. И поскольку название благостное, и улица в потенциале должна быть тоже очень красивой, благоустроенной и ухоженной. Оказалось, это не совсем так. Оксана Стяшкина проверила, как живется на улице Богородской. Если вы все еще не знаете, как должна по-настоящему выглядеть улица, мы на примере улицы Богородской вам покажем. Вот смотрите. Здесь действительно тот самый случай, когда практически не пройти и уж тем более не проехать. Проехать и уж тем более пройти к своему дому не может Софья Константиновна. И так, по словам женщины, всю зиму. Я не знаю, почему в этом году, не знаю, это самый трактор не проходит эту дорогу. Обычно полностью вот так, все, весь снег убран был. Жители улицы своими силами пытаются разгребать снежные завалы, но здесь только их силами не обойтись. Только вот здесь разгребаем, да вот сосед там дорогу немного разгреб. Софья Константиновна уже боится выходить из дома. Вот я передвинулась позавчера, два раза упала. По ее словам, теперь к ним перестали ездить даже врачи. У меня было давление на 240, так меня врач, знаете, как отчитал. Мы что, должны вам по такой дороге ходить, это самое... Как говорит женщина, ее сестра не раз обращалась в дорожные службы с просьбой расчистить снег. И вот что ей отвечали. Так ничего такого путева не сказали. И осталась у Софьи Константиновны последняя надежда – обратиться к дорожным службам с просьбой через экран. Дорожная служба, чтобы это самое прошло трактором, это самое, эту дорожку. Мы с Тусиком очень надеемся, что все-таки дорожные службы обратят внимание на эту улицу. И как можно скорее ее расчистят. Оксана Стяжкина, специально для программы «Вятка Тудей». Да? Расчистят, расчистят. В День всех влюбленных, 14 февраля, принято либо поздравлять свою вторую половинку, либо находить новую любовь. И сегодня инспекторы ГИБДД были купидончиками, которые стреляли в автолюбителей и пытались их влюбить в ПДД. Как же сотрудникам ГИБДД доказать всю свою любовь к пешеходам и водителям, конечно же, провести акцию с любовью к правилам дорожного движения? Такую акцию решили провести в честь Дня всех влюбленных. А началось все с того, что сотрудник ГИБДД останавливал водителей и предлагал им позвонить родным, признаться в любви и напомнить о том, как себя вести на дорогах. Первым водителем стал Александр Николаевич. Александр Николаевич, чаще говорите хорошие слова, напоминайте родственникам о соблюдении правил дорожного движения. И тем самым на наших дорогах, мне кажется, будет меньше дороже транспортных происшествий. Алло, Руслан. Тут такая ситуация интересная получилась. Я от такого скопления народа, я сейчас буду тебе говорить какие-то красивые золотые, так что держись. Я тебя люблю, соблюдаю правила движения, и ты старайся тоже это делать. Договорились я. Да нет, все нормально, что? Все хорошо, Русланушка. Давай, родной. Отвечаю за слова. Но после такого звонка водителю вручили светоотражающую Валентинку. Спасибо, добрые люди, но у меня тут самые ноги вибрируют, плянусь, а вообще просто тронут. Не только водителям, но и пешеходам тоже напомнили о правилах движения. Правила безопасности надо соблюдать, да, и любить жизнь. Стали ли вы после этой акции больше любить правила дорожного движения? Конечно. Стали ли больше любить сотрудников ГИБДД? Естественно. Ну и напоследок праздничное напутствие для всех жителей города от сотрудника ГИБДД. Да, если вы любите жизнь, значит должны любить и правила безопасного поведения на дороге, правила дорожного движения. Любите жизнь, любите правила. Мы любим правила дорожного движения! Оксана Сяшкина специально для программы «Ивятка Тудэй». Любовь, друзья, она разная. Любить нужно еще и братьев наших меньших. И если у вас нет брата вашего меньшего, я имею в виду какого-нибудь четвероногого, возьмите и пристройте к себе домой кошку Дашу. Знакомьтесь, эту кошку зовут Даша. Она совсем взрослая, ей 15 лет. Хозяева вынуждены отдать ее по причине того, что у ребенка аллергия. Кошка очень добрая, воспитанная, ходит в лоток и любит ласку. Мирно живет с другими животными, в еде неприхотливо. Если вы хотите, чтобы Даша стала новым членом вашей семьи, звоните по номеру 46 16 80. Ну и наконец, не только Днем всех влюбленных, славно 14 февраля. Существует масса праздников, и мы выясним, есть ли кировчанам кого поздравлять в этот день. Сегодня отмечается прекрасный праздник. Я уверен, что у каждого есть человек, которого можно с этим праздником поздравить. Поэтому поздравление с Днем компьютерщика. Ой, даже не знаю, прям так вы меня ошарашили. Есть знакомый человек, который в компьютерах разбирается? Елена Антонова. Поздравляю. Помогай мне в этом деле осваивать. С Днем рождения. Вы кого поздравляете? Поздравляем папу лучшей подружки. Его зовут Андрей. К сожалению, не знаю отчество. Мне стыдно. Поздравляем с Днем рождения. Сегодня большой праздник отмечается. Прям все его отмечают. Сегодня японский день обнаженных мужчин. Классно. А есть мужчины, которых ты видела обнаженными? По пояс, конечно. Видела? Конечно. Дорогой мистер Икс. Поздравляю. А мне некого поздравлять. Ты ни разу не видел обнаженного мужчину? Нет. Сегодня отмечается в Германии День психически больных. Я рад за них. Давайте что-нибудь пожелаем психически больным. Пусть выздоравливают. С праздником вас! С Днем Святого! Ва! Лен! Чука! Сегодня День всех влюбленных. И специально для этого праздника вы приготовили что? У меня есть стихотворение. Новый праздник есть у нас. Февральский добрый час с Днем Валентина. Днем влюбленных я поздравляю вас. Валентинки пишут люди, объясняются в любви. Душу греет это чувство в холода, в сезон пурги. Но весна не за горами. Март придет за февралем. И под вешними лучами мы воспрянем, расцветем. И на сегодня это все, друзья. Я желаю вам классно отметить и 14 февраля, и все те праздники, которые сегодня мы перечислили. И завтра свеженькими, бодренькими встать и пойти на работу. Это была Вятка Тудэй. Как новости, только душевнее. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин